У замка Святого Ангела очень богатая история. За время своего существования он побывал гробницей, крепостью, тюрьмой и даже папской резиденцией. В 135 году император Адриан решил возвести на правом берегу Тибра императорскую гробницу, а для того, чтобы к нему можно было пройти, построили новый мост через Тибр. В XVII веке по заказу папы Климента IX Бернини и его ученики создали новый парапет и десять статуй ангелов. Своё название «Замок и мост» получили в 590 году, когда папе Григорию Великому было видение архангела Михаила, стоящего на вершине замка и вкладывающего меч в ножны. Это было истолковано, как известие об окончании страшной эпидемии чумы, свирепствовавшей в Риме уже долгое время. В честь этого видения замок и мост были названы Кастелло Сент-Анджело, замок Святого Ангела. Мы гуляем по замку, отсюда открывается прекрасный вид на Рим и на Ватикан. Замок Святого Ангела на протяжении веков служил надежным убежищем для пап в случае угрозы со стороны врагов, как внешних, так и внутренних. Для того, чтобы папа и его верные соратники могли быстро и беспрепятственно покинуть Ватикан и укрыться в крепости, Ватикан и Кастелло соединял тайный переход, по которому свободно проезжала запряженная повозка. Папы сделали замок неприступной крепостью. В 1527 году Климент VII укрылся здесь во время девятимесячной осады Рима королевскими войсками Карла V. В 15 веке папа Александр VI из рода Борджа поставил перед архитектором Антонио де Сангало задачу превратить замок в полноценный боевой оплот. В это же время крепость была обустроена папскими апартаментами, в которых писал фрески Сан Пентурикио. Новый дворец Александра VI служил также для роскошных приемов и торжеств. Чего только тут не увидишь – знаменитая картина Пуссена. Сан Пентурикио. Июль. Температура зашкаливает за 40 градусов, но поток туристов не ослабевает. На одной из террас есть ресторанчик с незабываемым видом на базилику Святого Петра. Вид из замка потрясающий. Июль. Турикио. Июль. Турикио. Мы на обзорной площадке на крыше замка, над которой парит ангел, статуя, давшая сооружению имя. Она шестая с того момента, как первая статуя, увенчала замок. Говорят, одну из предыдущих статуй пронзила молния. Глядя на эту красоту, тяжело поверить, что в подземельях замка находилась одна из самых страшных тюрем Ватикана. Здесь были заключены Джорджано Бруно, Галилей и даже граф Калиостро и Бенвену Точеллини, которому, по слухам, удалось оттуда сбежать. Мы выходим из замка по впечатлениям хотя бы мимолетного прикосновения к многовековой истории Рима.